вопрос мне задали под видео называю который называется у меня жалость к нарциссу задали вопрос а правда что они имеется ввиду нарциссы не любят тех кто их любит и зачастую любят тех кто их не любит я так отвечу на этот вопрос во первых насколько нарцисс если он нарцисс вообще умеет любить это уже вопрос риторический да у них есть своя форма любви но это такая своеобразная любовь это когда они вас уважать они тоже не умеют но так скажем понимают что вы человек которого стоит уважать они с вами тогда им приходится с вами считаться и это как бы вот равно уважение и любовь но могут любить вас за деньги за ресурсы которые вы можете дать за связи какие-то на общем ресурса за какие-то ресурсы они вас могут любить либо вот я повторюсь не уважать а вот с вами считаться понимая что вот вы молодец вы не позволяете собой манипулировать вы не ведетесь на и ну вот на их манипуляции то есть значит вас нельзя обмануть а если вас нельзя обмануть то ну вот значит понимаете да а если человек ведется на манипуляции значит ему нету неуважения с ним не надо считаться его можно бесконечно обманывать и тогда какая уж тут любовь там только отжатие ресурсов или так попользоваться там поиграться с вами и здесь уже ни любви ни уважения хотя он может или она нарцисс ну вот там нет гендера может выбрать и мужья и в жены такого человека которого кем манипулирует но потому что удобно с таким жить это и обслуживающий персонал дома либо если мужчины это добытчик которые деньги приносят и ну и так далее то есть они же в общем-то по-настоящему то любить не умеет то что у них нет настоящего вот это вот сочувствие эмпатии они достаточно хладнокровно жесткие внутри и сами они такие пустые внутри пустым ты пустой чем ты можешь поделиться своим партнером получается ты только вот этой какой-то пустотой и злобищей своей и завистью может с ними поделиться да но чтобы вот ну кто тебя таким будет любить кому-то будешь такой нужен никому поэтому приходится одевать маски что ты себя изображать в общем либо лгать либо манипулировать чтобы внушить чувство вины стыда там долго и таким образом это все крючки крючки на которые у нас посадил и вас просто дергают и все и вы как вот кукла трепешная что-то исполняете для нарциссом то что ему нужно но вот такая у них любую любовь получается да то есть вот отвечая на этот вопрос почему они не любят тех кто их по-настоящему любят да нет могут даже не ценить не ценить могут разбрасываться людьми которую жизнь положили на нарцисс потому что он самого нарцисса нет любви он тебя либо использует либо нет либо ты сейчас нужен либо тебя выкинут нет никакого сочувствия к другому человеку поэтому то есть вы для нарцисса цены пока есть какой-то для него ресурс который на котором он может воспользоваться или отжать все то есть это хищники это хищники надо это всегда помнить и второй был вопрос второй вопрос сейчас помню как он звучал а почему вот нарцисс или психопат силой удерживает хотя видит что человек не хочет с ним быть ну например женщина не хочет быть не хочет от него рожать но он силой заставляет манипуляциями удерживает угрозами удерживает вот какой нормальный человек захочет чтоб с ним рядом кто-то жил через угрозы да кому нужны такие отношения то есть с тобой торчат рядом только потому что боятся никому кроме психопата ну и нарцисс психопат это вот две стороны одной луны им это нормально потому что для них то нет любви они не знают что такое любовь для них любовь это вообще что-то такое слишком состояние такое цветущее и наполненное от которого они вот как черт от ладана бегут потому что у него даже боятся могут к нему даже отвращение к этому чувству испытывать может это то чего нет у них и они понимают что вот это и есть что-то прекрасно но у них этого нет и они не хотят даже это с этим соприкасаться потому что они знают что они не смогут вживить в себя уже это не смогут и плюс они настолько привыкли ко вторичным выгодам от манипуляций что они уже вот в этого дьяволенка заигрались и уже его на любовь менять не хотят вот этого черта беса в себе они уже на светлую какую-то энергию менять не хотят потому что не считают там больше уязвимостей здесь я как бы всех имею а там меня будут иметь такие же черти как я к примеру и вот поэтому не хотят даже примерить на себя ту рубашечку и что я хотела сказать да и поэтому для них удерживать силой либо на жалость давить жалостью удерживать либо угрозами а то у меня мой дед царство ему небесное с бабушкой всю жизнь манипулировал бабушки тоже уже нет живых и вот тем не менее 60 лет или сколько 60 даже с лишним они прожили вместе где-то умер ему уже было 7 8 9 по моему по моему пару месяцев до 90 лет оставалось а бабушка до 86 по моему дожила вот то есть она там несколько лет четыре года прожила без него в общем отдохнула она говорит я хоть отдохну без него вот так вот люди жили до что уже ждали когда умрет манипулятор чтобы без него отдохнуть но избавиться от него уже не могла потому что мы уже все старые там она за ним ухаживал он вечно на жалость давил вечно больной хромой но зато если что-то не нравится срывался на гнев на мат вел себя как капризный ребенок то как тиран то там ой да я вообще значит я манипулировал я повешусь то то я квартиру перепишу на вообще какой тетю люсю если ты от меня уйдешь ну то есть запугивал запугивал что то без имущества оставит то повесится ты будешь чувствовать себя виноватый да там все записку напишет повесился из-за жены вот ну какие-то такие вещи всю жизнь у него был синдром отелла вечно ее ревновал каждому столбу при этом сам непонятно каждый раз уезжал отдыхать санаторий один она с детьми оставалась ну то есть вот он яркий пример вот этих манипуляций где ничем не гнушаются лишь бы обслуживающий персонал оставался на месте и никуда не рыбал все цены бы себе не знал тем не менее постоянно был должен был должен либо виноват либо не знаю что либо стыдно должно было быть все и все вот вокруг этого значит и крутится ну так вот я ответил на ваши вопросы поэтому конечно эти люди не меняются если тоже я на третий вопрос отвечаю они не меняются к старости может все усугубиться может перерасти в маразм старческий может перерасти в деменцию может перерасти просто в какую-то придурковатость либо когда человек уже будет ходить и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу как дед старый да говорят себе поднос очень всякую ересь нести по поводу без повода ну и у женщин то же самое абсолютно маразматичные такие становятся истерички такие прям психопатично нарциссичные могут стать там дети им сидел есть сиделку наймут например если она болит еще что-то на всех сиделок сосвету живет будет все горит это мне не то это мне не то барыню себя изображать но это если дети с деньгами и там есть возможность как говорится и этих нянь нянь менять вот в общем вот клянусь до самого гроба будут изводить родных и близких потому что живут исключительно вот этими эмоциями то есть токсично питаются такими токсинами то есть вампирит вампирит у всех вокруг всех изводят и этим живут и если бы у них в этих людей была возможность еще вот в гробу когда их хоронят значит родственники вот так вот встать на миг из гроба то они радостно бы еще всех окружающих которых их хоронят еще прокляли бы с удовольствием и с чистой душой ушли бы на тот свет уже окончательно как младенцы просто вот сейчас вот прям ушли бы вот в эту спячку как младенцы знаете сладким сладким сном потому что но что может быть вкуснее для токса в конце жизни еще раз плюнуть в лицо всем родным и близким еще раз всех обосрать напугать вот всех обесценить и вот когда если это получилось то просто вот со спокойной душой так сказать отбыть с этой планеты ну так это кратко чтобы было понятно поэтому там заслуживать любовь их ну слушайте но у них нету вообще в цели чтобы оценить вашу любовь цели нет поэтому они будут делать все что сколько вы не служите все будет мало то что цель есть продолжать вас гнобить запутывать и так далее ну вот вы в холостую если вы заслуживаете любовь у таких людей заботы деньгами там пытаетесь их купить подкупить еще чем-то вы просто вот как эти вот как человек который на одном месте идет ему кажется что он идет а он стоит да может такой тренажер есть так иду и стою только до тренажере хотя бы мышцы качаются здесь и мышцы не качаются здесь только ноги слабеет ну в общем путь в никуда это даже не путь это какое-то бестолковое бестолковое занятие вот мартышкин труд заслуживать любовь у этих людей там наоборот если вы вдруг неожиданно станете плохим для них перестанете их уважать станете ими пренебрегать сами станете с таким самодурным характером вы вдруг увидите какое-то знаете они ставим считаться вдруг начали они вас побаиваться начали они вдруг уже сами смотришь там числе гонца присмыкаются ну конечно сначала привыкнуть надо будет им будет непривычно они будут проверять ваш ваша граница и так далее тыкать вас палкой это и ник не понимать как так и всю жизнь всю жизнь вами пользовались это что то такое что такое естественно проверять каждый раз вот ну и удивятся но вы знаете такими дужками в отношении вас могут стать и вы даже скажете о вот таким плохим она меня любит и вот или он меня любит вот таким плохим а хорошим надо же не любили и у вас будет такой сначала шок вообще да что как так а вот так вот так все перевернуто с ног на голову у чертей у них все по-другому и и надо понимать что в этом мире есть черти да есть там не черти и у всех совершенно разные ценности которые они опираются и разным разным питаются по-разному радуется то что эмпата радует то совершенно не радует психопата и нарцисса и наоборот ну так